Доброго времени суток! Давно мы с вами не виделись. Ну, сейчас так получается снимать вместе с паузами. Вообще, снимать не особо есть настроение, но если мы вернёмся из отпуска и не покажем маме видео, я думаю, она меня не пустит на порог. Я когда уезжала, она мне сказала, что я с вами не еду, но видео, пожалуйста, снимай. Поэтому нравится, не нравится, хочется, не хочется, а снимать придётся. Вон моя дочка любимая пошла кормить уток. У нас здесь живёт семейство уток. Мама и, по-моему, пять утят. И у нас появилась утиная мама номер два. Вот эта вот, которая сейчас кормит там уточек. Сегодня утром... Мы вчера приехали. Сегодня утро она первым делом встала и побежала смотреть, где же утки. А у нас с утра был очень сильный дождь, и уток не было. Я не знаю, куда она увела своих детей. Ну, утка, естественно. Но деток нет, и они ещё летать не умеют. Но она прилетела вот сюда, на озеро, и стала крякать, искать своих деток. Да, Зайка? Нет, мне кажется, там внестили. Понятно, внестили, азот. Вот, она начала крякать, их звать. Плавала здесь, метушилась. Аня очень переживала. Вот, что же с уткой не так? И она вот зовёт деток, и где же детки? В общем, целая трагедия. Попали не в отпуск, а какой-то триллер у нас здесь утиный. Я так поняла, что вот так вот мы и проведём время. Сейчас покажу, как выглядит домик снаружи, и что у нас тут вокруг. Внутри, ну, в принципе, конечно, можно показать, что творится и внутри. После того, как мы здесь побыли сутки. Но я думаю, в отпуске у всех такой бардак, правда? Где-то вещи лежат, всё вот так вот в таком каком-то лёгком кипише. Поэтому не стоит особо заморачиваться по этому поводу. Но меня как женщину, как хозяйку, это немножко напрягает, естественно. Так, ну, вроде как вступительную часть я произвела. Пошлите, посмотрим, что здесь есть. Здесь есть вот сын, который тоже ещё не вылез из пижамы и смотрит губка Боб. Квадратные штаны, ну, или как это назвать ещё. Здесь вот такая вот комнатка для деток. Так, тут диван, вот опять же сын, дочь, стол, там наша спальня, где всё ещё спит муж. Здесь кухонка. В принципе, всё есть. И кофе, чай, духовка-микроволновка, холодильник, посудомойка, плита. Всё есть. Там даже пылесос есть. Ну и пойдём на улицу. Так, столик. Во-первых, мне нравятся очень вот эти окна. Да, можно через кухню. Вот тут вот домики, они выходят на такое озеро. Ну, типа озеро. Я не знаю, как это назвать. Вроде и не бассейн. Такой вот здесь участок. И так построен весь парк отдыха. Такие маленькие озёрки, озерца, да, озерца, наверное, правильно сказать. Я ещё не проснулась. Вот. И вокруг них домики. Вообще очень красиво. На территории есть, ну, просто стационарный бассейн, как типа Шимбат. Крытый. Есть большое озеро, там, где обустроили пляж с шезлонгами. Ну, как видите, сегодня у нас не получится пляжа с шезлонгами, потому что дождь и довольно прохладно на улице. Я ещё думала, ну, знаете, как прогноз погоды. Смотришь, думаю, ну, вот брать или не брать много тёплых вещей. Допустим, я не взяла с собой спортивный костюм. Думала, ну, зачем мне в июле месяце спортивный костюм? И это спустя 6 лет жизни в Германии. Хорошо, что я взяла мастерку джинсы. И всё-таки как-то утеплиться мне поможет. Но вот так. Благо я детям взяла тёплые вещи. И мужу. О себе подумала, ну, чё я там. Мастерка есть, джинсы есть, я справлюсь. Не, если будет пару дней таких тёплых, вот таких вот тёплых, да, то, конечно, справлюсь. А если больше, ну, проблема. Хотя, все проблемы можно решить, если у тебя есть с собой карточка. Ну, или деньги. Я вот, у нас каждый год, когда мы ездим в отпуск, а домики выбираю я, Стас у меня их там смотрит, утверждает, каждый раз у нас сюрприз. Мы едем и не знаем, что мы выбрали в этот раз. Ну, картинки картинками, да, фотографии фотографиями, там, всё хорошо, но ты приезжаешь, и всегда какой-нибудь сюрприз случается, кто смотрит меня давно. Помнит, мы приехали в Данию, и оказалось, что туалет и душ на улице вообще, и, как бы, это реально был сюрприз. Вот. В худшем случае нет посудомойки, или там, кофемашины, или ещё чего-нибудь, но это в лучшем случае. В этот раз мы приехали, мы знали, что за постельное бельё надо платить, то есть, ну, вообще не проблема, но оказалось, что здесь не выдают вместе с постельным бельём полотенце. Поэтому вчера мы приехали не только за покупками еды, потому что готовим мы здесь сами, но и на поиски полотенец. Какое же счастье, что здесь есть, я его называю экшен, возможно, кто-то его говорит, акцион там, или ещё как-то он называется. Слава Богу, в Голландии он тоже есть, и он недалеко от нас, мы заехали туда, купили полотенца. Пух, всё, проблема решена. Там же мы купили две глубокие чашки, потому что, ну, вот эти вот милипиздрические чашечки, которые, которые, я не знаю, кто ими пользуется, кто пьёт чай из вот таких вот чашечек. я не понимаю. И напиваетесь? Нормально? Вот два гладка чая, но я понимаю, кофе, но чай. Мы купили две огромные чашки, и оказались, что полностью счастливы. А, ещё я купила сковороду. Да. Благо, что, ну, здесь это не космические деньги, а в экшене так тем более, да, в экшене. Ну, пусть будет экшен, да, хорошо. Исправите меня, если это акцион по-немецки. Вот. Если честно, я оказалась в каком-то странном сейчас, в какой-то сейчас ситуации. Ну, наверное, потому что это первый день отпуска, и ещё и погода плохая, и состояние, а чем заняться? Я уже и книжку почитала, в интернете посидела. позавтракали мы. А сейчас только полдвенадцатого. Полдвенадцатого заняться нечем. Я уже подумала, может, попылесосить. Кстати, мы заехали, не очень здесь было убрано, правда сказать, вот как-то прям на мусорина. Не сказать, что прям мусор лежит, нет, но вот эти вот крошки, кто-то, видимо, попкорн ел, и как-то не особо поубирали, но благо я могу верить в чистоту простыней, потому что они были упакованы. Смотрите, кто высыл. Папа проснулся. Шорты, майка, алкоголичка. Ну всё, ты в отпуске. Мы таки пошли исследовать территорию. Дождь вроде прекратился. Пока могу сказать, что всё очень зелено. Да? Угу. Угу. Собственно, мы вышли вот в площадке, там какой-то сейчас летний рынок, детская площадка, и там вон озеро, где можно ножки помочить. Ну, а это крытый бассейн. Гуляем по озеру. Смотрим, можно ли здесь где-нибудь купаться в водоеме. Ну, я, наверное, не рискнула бы купаться в водоеме со стоячей водой, да? И с ухтами. Но вид, вид здесь красивый. Прям, я бы сказала, даже очень. к нам плывёт компания весёлых уток. Нет, это не утки, ты видишь, с острым носиком какая-то другая птичка. Да, это какая-то птичка. чайки. больше, было. Устала? С мужем развлекаемся. У меня арбузик со вкусом химического арбузика. А у меня экзотик, без уточнения, со вкусом чего? Экзотик по вкусу это вот жвачка турбо. Кто помнит, такая жвачка была раньше, в детстве, когда-то. Может, она и сейчас есть? Я не уверена. её там перекупали несколько раз и в итоге закрыли. Мы вчера взяли несколько разных вкусов, но вот из всего мне вот это экзотик больше всего нравится. Вчерашние прям вообще были отвратные. Я тут в подарки ехал. Вернулись к себе в домик, поужинали. Я теперь вышла с книжечкой. наблюдаю, как мои здесь палаточный городок устраивают. Уточки к нам так и не вернулись. Аня расстроилась. я читаю фициком пациент особой клиники. Ну, скажем так, не очень я люблю фициком. Опять очередной раз соблазнилась на такую, на такое название. Ну, вот наиграно у него всё в книжках слишком. Муж, ура! Будут делать сейчас кораблики с сыном. Да. День второй. Приплыли другие утки. Эти совсем крошечные. такие сладкие. Да. Такие сладющие. Ну, они расклевали потом. Там двое есть самых смелых, которые еду брали, которую мы бросали. Мы идём в бассейн. Ты кораблик взял? Едой. О, вот кораблик с едой. Я попытался их подмолить, с корабликом попробовали. Мы идём в бассейн, правда? Идём? Слава Богу. разузнать, где наши. Ну, может, увидим. А, ну, мы вчера их видели, да. Ну, да, а теперь они у нас. А теперь вот у нас другие появились. Утиная мама. Пошли. И Утиный папа. Я кораблик должен видеть. ой, чуть, чуть сейчас не перецепилась. Папа расставил силки мне. Сейчас я к нам в парад куда иду. Да. Когда будет дождь, зайду к нам в парад. Тебе придётся убирать там потом. Уберу мокрый соседку. Ну, вот. Ничего не страшит ребёнка. 900 человека, которые явно не понимают, что делать. Да. Это так вам. Папа купил детям машинку. Она выезжает. Для сладкой ваты. И не разумеет, что делать. Я же инструкцию не читал. Она на голландском. Ага. Там в картинках не было, нет? Нет. Совсем никак? Я посмотрел, где было. Ну, вот она только разогрелась там. Видно, что красненькая. Может быть, надо было ему дать время разогреться? Или сахарка маловато? Мне ложку надо. Одну ложечку? Ну, это значит, тогда ждём, пока разогреется машинка. Я, наверное, пока поставлю паузу. я боюсь, пройдёт пару лет. Она не присасывается. О, первая вата! Ура! А нам нет? Ну, не знаю, кому. Кому повезёт? Маме. ой, папа. Что-то, что-то пошло не так. Что ж такое? Вату мы будем есть, видимо, из этой. О, смотри, как хорошо. Видишь, надо там поверху просто собирать её. Ну, всё приходит с опытом. Её надо держать, она убегает. заль, на, я буду другую делать. Танкут. Не, это Кирилл. Можно я даже комментировать не буду? А что это ты делаешь? Кирюша! Кирилл! По-моему, папа не хочет идти никуда. А как ты её так быстро нашёл? Я слышала, что шафт открылся. По-моему, он спрятался от тебя. Мне нужно батарейки. Батарейки! Подбирается. Видите рыбу? Здесь оказывается есть ещё и рыбина, кроме уточек. Вон она. Вон, вон, видите, вон она. Они приплывают здесь, подъедают за уточками. Аня же кормит уток постоянно. Что? Я не заботу. Конечно. Ну и вот и рыба приплывает кушать. их тут несколько плавает. Кушать хочу. Дети, это, конечно, хорошо. Но есть одно но. Они постоянно хотят есть. Ну и что? Да, Китя? Да. Большой растущий организм, как Аня говорит. Я тоже готовлю. Ну я готовлю. Ау, чуть не упала. Иду, смотрю в камеру и ничего не вижу. У меня здесь готовится. Поставила картошку, нажарила мяско, а Кирюша хочет сардину. Значит, будет сардина. А я сижу, наблюдаю за природой. Боже, какой это кайф. Просто наблюдать за природой. Уточки эти со своими сладющими утятами, рыбки плавают, ну и вообще зелень, фонтанчик. Такое классное место, обалденное. Рай для глаз. Я не знаю, вы понимаете это? Кто-то переживал рай для глаз? У меня рай для глаз. Каждое утро у нас начинается с того, что мы кормим уточек. Ой, гости. Ну, вы посмотрите на эти пушистые жопки. Это ли не прелесть? Где-то еще один должен быть? Нет. Одного нет. Сейчас стой пропал. драко. походу там не может залезть. О, лапка, да? Клюнь, клюнь. Он такие. сейчас какнет мне в руку драка. Мама утка една. Утята вы можете здесь есть. Еле оторвались от утят. Сейчас поедем развлекать своих утят. проспектик. Проспектик? Вот сюда мы едем. В багажник что-то сходим? Не, не буду. Багажник сюда ложить не буду. Ничего ложить не буду. Едем к динозаврам. Ну, вот мы и приехали. Терекс нас встречает. Вот это громадина. Пожалуй, что мы зашли сразу в павильон, потому что нужно сделать после того, как ты приехал, конечно же сходить в туалет. Семья меняет ландшафт. Наконец-то мы вышли из павильона. Кирюша наделал бумажных динозавров, а Аня сделала себе такого динозаврика из я не знаю даже из чего-то. Из штучек каких-то пластиковых. Все, пошлите дальше. Мы проходим через самолетный ангар. динозавры. Да, пошли. Там дети в клетках. Развлекуха. Дети. Сейчас своих туда же посадим. Такое душевненькое место. Там это хвост. Хвост чей-то. Да. А там динозавры двигаются. Один. Мне нравится вот та рыбинка. Что? Вот. Так. Ну, у нас же такая же на проспекте. да? Да. Ты посмотри, рыбина какая висит. тула. Прелесть просто. Да. Есть. Есть. Ой-ой. Ой-ой. Вот кто двигает. Красавчик. Мы обходим парк по кругу. Он, конечно, не очень большой, но такой насыщенный. много всяких развлеклых. Да. Мам, почему туда нельзя путь? Ты назад рекомендарь. Человек пук. Уи! Давай, ты сможешь. Там прикольно на руку. А мы залезу. Попроши Кирилла помочь. Выпал. Выпал из гнезда. Мы тут, Кирилл. Что там? Болит попа? Что ж ты вылетел так? падает. Да? Неудобненько. Поехали. Папа наш зажигает. И вот она выезжает. Видели тарзана. Вот это любимая развлекуха. Бесстрашный ребенок. Можно в джунгли с собой брать. Вторая обезьянка полезла. последняя самая сложная. Давай с криком тарзана. тарзана. Ката наши рискнули пойти поверху. Кирюша сбирается и вот так он пойдет по кругу. А за ним где-то там отец. Страшненько папаня наш полез. Тин 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 Кирюша прямо над нами идет. там где-то отец за ним. полезли наши обезьянки наверх. отец кирюша кирюша у нас человек-паук. смотрите куда забрался давай 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 пробуй сейчас еще чуть-чуть устали да конечно даже я устала вас ждать такой павильон мы ждем еду голодная семья слушайте он как натуральный прям натуральный нет мороженое еды любимые не обойдешь у него из всего только рука шевелится единственное что осталось здесь тоже как бы крокодил как бы плывет подошли ближе к куле каракули там дети прыгают скорее всего пойдем туда сейчас ну одна в полете ногами дрыгает не может оттолкнуться второго запрягают о поправили щиток теперь достает ну вот кузнечик попрыгал еще не все площадки мы облазили нашли еще одну ну все на машине поехали мы с мужем в кафешке холодные поручки муж с кофе я с водичкой главное что мы в тенечке да зайка ну что мы сидим дети полезли управлять самолетом здесь такая горка можно только через горку залезть туда прям наверх ну давайте конечно бегите давайте трусишки зайки я думаю сейчас подо мной это включится убегай 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 удачи дух 8 устройство 2 2 3 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok